СИГНАЛ 3 Вячеслав Владимирович, расскажите, что Вы и Ваши сотрудники делают для этого? Наше предприятие существует уже 40 лет, более 40 лет, и все это время было создано для того, чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения. Мы занимаемся эксплуатацией и установкой технических средств регулирования дорожного движения. Что к этому относится? Это установка и эксплуатация дорожных знаков и ограждений, установка и эксплуатация светофоров и нанесение дорожной разметки на дорогах города. Что мы в этом году сделали? Практически обновили парк машин для разметки. В этом году мы купили новую разметочную машину, благодаря, конечно, городу. Приобрели новую разметочную машину, которая работает пластиком. В связи с этим, конечно, и улучшились все характеристики, которые требуются для дорожной разметки. Естественно, стойкость к истиранию – это самый основной показатель для дорожной разметки. Кроме этого, мы перешли практически на 80% нанесению холодным двухкомпонентным пластиком пешеходных переходов. Но это разметка типа «Зебра». В связи с этим, конечно, вы видите, что город преобразился. И эту разметку видно даже зимой, даже из-под снега. То есть она стоит практически круглый год. Но от разметки краской мы пока не отказались. Почему? Потому что всякие бывают погодные условия, которые не позволяют наносить пластик в отдельные периоды времени. Поэтому мы не стоим, не сидим на месте, а в это время замещаем работы краской. Всего в городе, я так просто скажу, что 653 пешеходных перехода. Значит, все эти пешеходные переходы размечены. Скажите, у нас вот за этот же год, раз уж мы начали тоже об этом году говорить, появились ли у нас новые регулированные перекрестки в городе? И где? Да, несмотря на все трудности, все-таки нам удалось в этом году построить 6 объектов мигающих светофоров. Это в основном у пешеходных переходов, у школ города построили 6 пешеходных переходов, управляемых, регулируемых, то есть типа вызовных устройств. Это, ну, я так скажу, просто вкратце, тагричане наверняка знают и заметили это. Это Октябрьский проспект у торгового центра КИД, это Уральский проспект у госпиталя, это школа 85-я, школа 45-я, Пархоменко. Ну, еще там ряд перекрестков. Два перекрестка у нас попали в модернизацию. Мы модернизировали улицу Черных и Липовый тракт. Там был сначала просто стоял мигающий светофор, но в связи со сложной дорожной обстановкой, изменившейся, кстати, обстановка дорожная меняется очень часто в городе в связи с ремонтами дорог. Там или ты, или в другом месте возникают напряженные участки. Поэтому лучше, конечно, иметь регулированные перекрестки, оснащенные светофорами, современными светофорами. Что, кстати, мы и делаем в последнее время. Я считаю, что у нас наилучшие показатели в этом вопросе оснащения в области, я думаю, так даже. Я думаю, что мы даже впереди и даже Екатеринбурга, потому что у нас 100% светодиодные светофоры стоят на дорогах города. И более того, мы в последнее время ставим их уже интеллектуальными. То есть у них заложена логика там внутри, обратный отчет времени. Она причем сама подстраивается под время суток. Вот даже такие. Да, вот интересная тема. Хотелось бы ее поподробнее, побольше развить по поводу умных, так называемых, светофоров. Помнится, проходили некие тестирования у нас на улицах города. Ну, я так понимаю, что пока что это были только испытания. Можете рассказать, каковы вот своих результаты, какие выводы вы сделали? И будет ли у нас массовое распространение технологий умных светофоров? Я думаю, будет. Хотелось бы надеяться, конечно. И более того, что уже мы первый шаг в этом вопросе сделали, мы заказали проект модернизации светофорных объектов, который нам выполнили фирма Комсигнал. Где на первом этапе охвачено 32 светофорных объекта. Это объекты, которые наиболее напряженные, находятся вот на узловых переклестках, чтобы разгрузить транспортные потоки. Ну, в основном часы пик. Значит, и в дальнейшем вот этот проект затрагивает проектирование суд. То есть мы сейчас можем смело на втором этапе переходить уже ко второй фазе. Это проектирование суд в городе. Чтобы охватить не только эти 32 объекта, а охватить все 177 объектов. Ну, 177 я лишку, наверное, сказал, потому что 57 из них отмигающих. Суд – это система удаленного доступа, правильно понял? – Это автоматизированная система управления дорожным движением. Она предполагает себя центральный пульт управления. Ну, там будет сидеть оператор, который может оперативно вмешиваться в работу удаленно уже, да, удаленно в работу стаффорного объекта. То есть либо продлять время, либо уменьшать время горения уже сигналов. Ну, вот так вот. Ну, эта система, она предполагает три вида работы перекрестков. Это вот координированное управление, то есть зеленая волна. На каких-то участках можно ее сделать. Это работа в заданных режимах, но которые будут различены по времени суток. Допустим, утром нужен, один режим включается, чуть-чуть там, через час другой режим включается. Днем не нужно там включать, допустим, на минуту зеленый, там нет движения, уже все проехали весь транспорт. И поэтому вот такое гибкое регулирование. Отлично. Мы узнали, что в этом году вы поставили достаточно большое количество желтых светофоров. Ну, в принципе, не первый год они у нас в Нижней Тагиле появляются. Ну, еще пока не совсем понятно, для чего вообще они нужны, если есть обычные светофоры. Вот для чего нужен именно желтый сигнал и что это за сигнал? Ну, эти светофоры, они предполагают размещаться в соответствии с правилами дорожного движения на наиболее напряженных участках, где есть пешеходные переходы, и у школ города, то есть у образовательных учреждений. Таких у нас 87 пешеходных переходов, 88 уже, да, нас смонтировали последние еще, но даже не последние, может, будет развиваться дальше. Все они у нас оснащены светофорами типа Т-7, мигающими светофорами, но это в соответствии с ГОСТами, с правилами дорожного движения. То есть эту тему мы закрыли в прошлом году, в основную часть смонтировали, в этом году вот еще шесть доставили. Но ведь помимо светофоров на этих пешеходных переходах, особенно у школ, да, есть и много других объектов, то есть там целый комплекс какой-то. Можете рассказать, как в идеале должен выглядеть вот этот пешеходный переход у школ? То есть это установка ограждений, дорожных знаков на флоресцентной желто-зеленой пленке, пешеходный переход, естественно, подходы к этому пешеходному переходу должны быть оборудованы. И для движения транспорта дублируются знаки «Осторожно, дети!», наносится естественная разметка, и где это возможно, кладется в лежачий полицейский, так называемый. То есть искусственная дорожная неровность. Вот в идеале он должен будет выглядеть вот так. Ну, в основном у нас они так все и выглядят. А сколько вот у нас таких вот полностью оборудованных перекрестков, точнее, переходов? Я сейчас цифру точно не назову, но процентов 70 от регулированных пешеходных переходов у школ. То есть уровень безопасности пока еще нет? Нет, я считаю, что уровень безопасности на должном вот таком уровне уже. По крайней мере, мы, как я и говорил, в лидерах наверняка стоим в Средневековской области. Потому что мы ездим по другим городам, где видим, что там еще далеко до идеала. Кое-где еще стоят обычные знаки, не на желто-зеленом фоне, или ламповые вистофоры стоят. А у нас все это уже преодолено, мы это уже все поставили. Ну и думаем, что будем развиваться дальше в этом направлении. И поскольку мы заговорили, соответственно, о безопасности, в вашем видении находится и система «Безопасный город», верно? Да. Мы знаем, что ей пользуются и городские службы, и сотрудники полиции. А какова ваша роль в этой системе? Расскажите, пожалуйста. Ну, наша роль непосредственная. Наша система, она была смонтирована в городе в 2013 году. В 2014 году, после пробных испытаний и доведения, значит, до рабочего состояния, в 2014 году нам ее передали на баланс и в эксплуатацию. Мы с 2014 года обслуживаем эту систему, комплексную систему «Безопасный город». Она состоит, включает в себя видеофиксацию и видеонаблюдение. Две подсистемы там таких находятся. Рубежи, так называемые, которые фиксируют правонарушения на дорогах. Их 20 у нас рубежей и 11 объектов видеонаблюдения. Это в основном школы, детские садики и места с массовым пребыванием у людей, то есть площади, скверы. Значит, более того, система развивается дальше. В этом году мы модернизировали 8 объектов видеонаблюдения, поставили более четкие камеры с высоким разрешением, которые позволяют видеть днем и ночью. И ввели для себя уже такую подсистему интеллектуального видеонаблюдения. То есть, что это такое? Это на рубежах фиксации нарушений мы поставили дополнительные камеры, которые фиксируют весь проходящий трафик. Система, эта подсистема, работает полностью на раскрытии преступлений в сфере угона автотранспорта. И по оценкам полиции, более 80% раскрываемости за счет этой системы идет угонов. То есть, вся установка и обслуживание – это в ваших рук делах, получается, да? Ну, на данный момент, да, сейчас. Замечательно. Ну, за такую работу, я думаю, и городские службы, и, в принципе, сотрудники полиции должны быть благодарны. Ну, а я в свою очередь хочу поблагодарить вас за приятную беседу. Это были «Факты в лицах». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова